Итак, хочу представить вам доклад по следующей теме, Динамика инфляции. Вот так. Итак, мы говорим об инфляции, которая сегодня очень особенная. Также есть определенный всплеск предложения, как последствия кризиса COVID-19. Этот всплеск предложения также увеличился дополнительно после начала войны в Украине. Но в случае с Францией, какие-то прибыли от производства в течение последних двух лет были снижены. И это приводит к вопросу о политике центральных банков в сфере борьбы с этой инфляцией. Об этом мы еще подробнее поговорим позднее с моим коллегой Солмоном. На этом графике показаны изменения в продуктивности производящих сфер во Франции, не связанных с сельским хозяйством. И как вы видите, по графику продуктивность, которая постоянно росла с 2009 по 2019 год, сегодня прерывала свой рост. И более того, в третьем квартале 2022 года эта производительность, эта продуктивность понизилась. Что касается роли политики центральных банков, здесь стоит отметить, что действительно последние годы политика центральных банков была очень мягкой. Более того, центральные банки профинансировали правительства, которые во время кризиса связанного с эпидемией, с пандемией COVID-19, оказывали меры поддержки предприятиям и домохозяйствам. Но здесь важно провести границу и отметить разницу между тем, что происходит в Еврозоне и в Соединенных Штатах. Здесь, на графике, темно-синий-фиолетовым цветом показан объем, общий объем сбережений домохозяйств в США. И, как видите, после резкого взлета до этого объема до практически 30% от ВВП, данная кривая снова падает до ее обычного уровня ниже 15% от ВВП. Это значит, что произошло сокращение сбережений американских домохозяйств. Но в Еврозоне происходит нечто другое. Так же, как в Штатах, в период кризиса связанного с COVID-19, рост сбережений наблюдается, но далее падение не такое драматичное и уровень сбережений сохраняется. Приблизительно. Получается, часть средств, которые центральные банки влили в экономику для обеспечения мер поддержек, осели в виде сбережений граждан. Получается, что мы действительно наблюдаем очень значительную инфляцию во Франции, но в ней и есть значительный какой-то внедронный компонент. Он связан с импортом. С одной стороны, с импортом энергоносителей, а с другой стороны, с импортом продовольственных товаров. Единственное, что достаточно сложно понять, это разница в распределении, в том, что касается нефтепродуктов, каких-то производных нефти и продуктов питания. Распределение нефтепродуктов в производственной стоимости достаточно высокая и растягивается на 2-3 квартала. Это особенно хорошо видно, если посмотреть на примерную оценку стоимости индекса цен во Франции. И здесь мы видим, что мы перешли от уровня годовой инфляции в 2,6% в октябре 2021 года до уровня 6,2% в октябре 2021 года. Л эффект распределения в отношении цен продуктов питания значительно более непосредственный. Это видно, но на второй строчке этой таблицы. Как видите, в октябре 2021 года инфляция практически отсутствует на целых 70%. Годом позже, в октябре 2022 года, инфляция по продуктам питания составляет 11,8%. Более того, по свежим продуктам питания, это следующая линия третья в таблице, инфляция составляет 16,9%. И здесь наблюдается некоторая проблема статистическая номенклатура. Молочные продукты, да, производные от молока, это сыр, масло и молоко, собственно, включены в свежие продукты в третью линию. Но пастеризация этих продуктов требует большого количества энергии. Поэтому, по этой строчке таблицы наблюдается наложение эффектов инфляции, с одной стороны, по самим продуктам питания, с другой стороны, по энергии, которая затрачивается на их пастеризацию. Теперь посмотрим на линию соответствующей именно энергии. Энергоносителям – это третья строчка снизу. И здесь значительная инфляция, но она стабильно значительная. 20,2% в октябре 2021 года и 19,2% в октябре 2022 года. И предпоследняя строчка этой таблицы представляет собой продукты производства, производственные товары. В октябре 2021 году, инфляции по этой категории практически нет 0,3%. При этом, цена на энергоносители, на электроэнергию, начала подниматься в конце мая 2021 года. Но мы наблюдаем здесь эффект распределения достаточно медленный. Но в октябре 2022 года, инфляция уже достигла 4,2%. И можно предположить, что максимальная стоимость энергии, которая была зарегистрирована в июне 2022 года, почувствуется в основном в первом триместре 2023 года, соответственно, значительно позже. Перед лицом такой значительной инфляции, правительство предприняло велой мере поддержки, которую называют тарифным счетом. Однако этот счет обходится очень дорого к государственному бюджету, и вполне вероятно, что в следующем году, его уже будет невозможно предложить. Если посмотреть на цены производства, непотребление, цены производства, мы видим значительное увеличение цен во Франции. Желтая кривая показывает данные по всем отраслям промышленности. Зелёная кривая показывает данные по продуктам питания. А красная касается товаров промышленного производства. Как видите, очень серьезное повышение цен на производство. Это все, что в следующей таблице показывает эффект того самого тарифного счета, и он достаточно очевиден. Первые две колонки, объединенные общей сверху надписью, показывают повышение цен при применении тарифного счета, а две колонки справа, третья и четвертая, без его применения. Соответственно, для домохозяйств более левая колонка и для предприятий бизнеса более правая колонка. Как видите, практически в половину повышение цен удается сократить. По электроэнергии эффект не такой значительный. Простите, наоборот, я перепутала, да? Мы говорим о 36-38% повышении цен на энергию без тарифного счета и всего лишь 4-7-5% с тарифным счетом. А наиболее, наименее значительный эффект в отношении к нефтепродуктам? Если посмотреть на цены потребления, то мы заметим, что так называемый тарифный счет смог сократить их повышение в половину и кое-где даже на две трети. Так же, как на предыдущей табличке, две группы из трех колонок, та, что левее, показывает повышение цен с использованием счета, та, что правее, без него. И так, лефе тотал дубуклие и, гросомодо, даваар диминюэй лэпакт дэ лэнфляссион дэ моотиэ сур лэ консомасион дэ мэнэнэж. Таким образом, счет существенно сократил влияние повышения цен для домохозяйств. В этом бюджетные издержки очень существенные. Мы видим, что в прогнозе на 2022 год структурный дефицит бюджета составляет минус 3,6%. К этому добавляется еще один показатель, 1,3% дополнительных мерам, которые были приняты во время принятия закона в 2021 году. И если мы говорим о точечных мерах и временных мерах, здесь издержки на тарифный счет также будут добавлять в совокупности между диапазон от 1 до 2%. Таким образом, я вам говорила, что я не думал, что эти мерамы не поддержки не поддерживают эти мерамы в 2022 году. Возможно ли смоделировать такую модель? Здесь я отвечу на комментарии, которые Олег Маркович сделал мне в начале июня. Здесь я выделяю три технические причины. Первая, это вариативность производительности труда. Вторая причина, это разница между ростом спроса и увеличением внутреннего производства. И оба эти показателя связаны с эластичностью, которая обозначается маленькой «б». И, наконец, есть влияние и импортной инфляции. То есть это связано с изменениями в обменном курсе и ростом импортных цен. В каком-то смысле четвертое уравнение резюме все три причины, которые я уже перечислил? Я трансформирую уравнение резюме. И мы видим, что изменение денежной массы является результатом влияния изменения спроса. Пятая уравнение, в существенно, повторяет четвертое уравнение, принимая во внимание этот фактор денежной массы и ее создание. И здесь мы снова возвращаемся к трех причинам, а именно влияние вариативности производительности, влияние вариативности денежно-кредитной политики и влияние импорта и курса обмена. Итак, здесь мы... Выдвинем несколько гипотез. Например, мы можем сказать, что если импортная инфляция равна нулю, то рост цен будет зависеть от денежно-кредитной политики и изменения производительности. При этом, а будет зависеть от денежно-кредитной политики и изменения производительности и будет фактором выступать общий рост цен. Дальше, мы можем предположить, что импортная инфляция равна нулю и получаем, таким образом, упрощенные уравнения. И если мы, наконец, предположим, что наращивание денежной массы равна нулю, то есть мы ведем сдерживающую денежную политику, тогда в этом случае мы в результате получим уравнение номер шесть. В седьмом уравнении я попробовала выразить то, что необходимо сделать для того, чтобы инфляция... Какой рост денежной массы должен быть для того, чтобы инфляция была равна нулю? И, как вы видите, здесь есть определенные противоречия. В этом становится понятно почему ни один из финансовых регуляторов, будь то Федеральная резервная система или Европейский центральный банк не стремятся к нулевой инфляции в условиях, которые мы рассмотрели по импортным ценам и изменениям денежной массы. И в седьмом уравнении, наконец, представлена сокращенная версия всех ранее рассмотренных уравнений. Итак, мы с вами рассмотрели те ограничения, в рамках которых действует Центральный банк. Однако мы еще не рассмотрели диффузию этой инфляции в различных секторах. И роль которую в этой диффузии, в ее проявлении, будет играть производительность труда. Итак, мы с вами рассмотрели те ограничения, в седьмом уравнении 2 сектора, сектор К и сектор Л. Итак, мы рассматриваем экономику с двумя секторами, К и Л. И рост цен в каждом секторе выражен уравнениями 1А и 1Б. При этом мы также рассматриваем динамику цен в этих секторах под влиянием других секторов. Мы рассматриваем динамику роста цен в каждом секторе, в контексте динамики другого сектора. И в такой логике мы можем рассматривать и проанализировать эндогенные процессы. Второе уравнение отражает общую инфляцию в экономике. В третьем уравнении мы видим рост совокупного выпуска, то есть сумма роста выпуска по каждому сектору. И рост в каждом секторе – это равновесный рост плюс разница в росте по каждому сектору. И наконец, затем мы приходим к шестому уровню. В котором мы видим, что рост предложения денег минус ВВП показывает нам искомые показатели по инфляции. То есть мы видим, и мы видим, и мы видим, и я пассивно, в конце концов, в конце концов, Таким образом, мы видим Что придя к девятому уравнению Для того, чтобы Фактическая инфляция была нулевой Монетарная инфляция должна Аннулировать естественную инфляцию Таким образом, мы видим на сомме пондерей des effets, des écarts de l'inflation dans les gains de productivité, nous obtenons une relation entre les gains de productivité relatifs et leur poids dans l'économie. Таким образом, в уровне 10, мы видим что наблюдаемая инфляция является сочетанием различных технических и монетарных факторов. Для того, чтобы наблюдаемая инфляция была нулевой, уровень денежной инфляции должен соответствовать уровню структурной инфляции. Таким образом, мы можем рассчитать все эти показатели. Alors, là-dessus nous avons quatre remarques qui s'imposent. Tout d'abord, l'expression soit H, l'expression productivité du secteur K et plus productivité du secteur L correspond en fait à l'impact sur le taux d'inflation des mouvements de prix relatifs qui sont induits justement par ces écarts de productivité. Et c'est une chose très importante, l'impact des prix relatifs. Et c'est nous d'aller voir, que nous nous verions TK et AK plus TL et AL comme nous nous considérons l'impact l'impact et l'impact 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 de cette expression sur le taux structurel d'inflation dépend donc de la manière dont pèsent les différentes variables et dont pèsent les différents secteurs. Vliяние данного выражения на естественную infляцию зависит от различных переменных. Si si l'effet des prix relatifs sur le taux d'inflation est d'autant plus positif que le secteur de l'économie où les gains de productivité sont les plus faibles est aussi le secteur le plus important de l'économie. При этом мы видим что сумма влияния различных эффектов в приросте производительности на движение относительных цен выражается этими уравнениями. И мы видим здесь что effort вести улучшить ритм улучшения продуктивности в сетях важных для экономии будет тем эффектов для увеличения И действия, которые направлены на то, чтобы поддержать уровень производительности в секторах будут также оказывать влияние на другие секторы в зависимости от соотношения их коэффициентов. Donc, là, vous avez les différents cas de figure, suivant que le secteur K ou le secteur L est le plus important. Здесь у нас различные случаи в зависимости от того, какой из секторов имеет больше вес, L или K. Et on voit, de ce point de vue-là, que le fait qu'aujourd'hui, dans l'économie française, le secteur des services soit de loin le secteur le plus important. Je rappelle ma première présentation. Le secteur des services représente environ 78% du PIB de la France. Le fait que dans ce secteur y ait très peu de gain de productivité, fait reposer une part, je dirais, plus que proportionnelle sur les gains de productivité de l'industrie ou de la construction. Donc, le fait que depuis deux ans nous n'ayons plus de gain de productivité, dans l'industrie et dans la construction, a donc un effet extrêmement délétère sur la hausse de l'inflation. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les banques centrales sont confrontées à un dilemme relativement nouveau par rapport aux périodes précédentes. Получается, aujourd'hui, centrales banques сталкиваются с относительно новой для них dilemmой. Tant que c'était une inflation de demande qui était majoritairement la cause de l'inflation, la politique monétaire, d'une certaine manière, avait sa légitimité? Mais maintenant que l'inflation est très largement due à des facteurs structurels, qu'ils soient importés ou induits par l'arrêt des gains de productivité, il ne peut plus y avoir de politique monétaire, je dirais, discrétionnaire, sous peine de détruire la croissance et de provoquer une récession extrêmement forte. C'est justement ces différences, les aspects du dilemme que nous explorons avec le professeur Jean-Michel Salmon mercredi matin. Et именно ces aspects de cette question, nous, avec le professeur Jean-Michel Salmon, nous regardons plus en soirée à la matinée. Merci. Merci pour votre attention. Merci pour la présentation. C'est un question. C'est intéressant pour l'analyze de l'infrastre. Je comprends que vous avez mis en mesure que vous avez monté une des modèles de l'utilisation de l'utilisation de l'utilisation. C'est un modèle que l'utilisation. Привыкли делать ценовые модели на основе модели Леонтьева, ясно, но есть такой подход, но вот вы лично, в чем видите преимущество того подхода? Ну да, связка с продуктивностью, конечно, а какие недостатки, на ваш взгляд? Если подходить к инфляции, с точки зрения производственных цен, здесь есть несколько преимуществ. Во-первых, это позволяет включить в подход, наблюдение, которое сделал Ван Хайек в 1935 году, о роли. И я уже лет 30 поражаюсь каждый раз тому, что все экономисты соглашаются с этим наблюдением, но когда они выстраивают модели инфляции, они его никак не используют. Вторая причина заключается в том, что необходимо представить материальные распределения, диффузию инфляции по различным сферам. Можно сказать, я по крайней мере так к этому подхожу, я вижу инфляцию как результат. Но есть другой подход, если я буду считать, что инфляция это процесс. И этот процесс не только по-своему проходит в каждой экономической сфере, но происходит взаимодействие этих процессов в разных сферах. И сейчас мы находимся в ситуации, когда мы, к несчастью, я вынужден сказать, видим как рост цен связанных с импортом распределяется по различным экономическим сферам. Если бы мы были в ситуации, где инфляция была бы вызвана исключительно спросом, то это было бы не так важно. Но, как мы находимся в ситуации, когда уровень сбережения в Европе значительно вырос, и в какой-то степени впитал в себя все производство денежных средств, то мы не можем говорить о том, что инфляция вызвана исключительно спросом. Но нельзя сказать, что мы в этой ситуации находимся без каких-либо инструментов к пониманию того, что такое инфляция. И я составил эту модель, написал ее именно для того, чтобы попробовать разрешить текущую ситуацию. Спасибо, Жак. Очень интересная история. Антон Моисеев приготовится. И Александр Готовский тоже хочет вопрос задать. Большое спасибо, Жак. На самом деле, мы в своих моделях используем систему одновременного решения уравнения для потребления цен. То есть, относительные цены, это примерно эта же история, но что мне нравится в этом подходе, что здесь у нас еще и монетарная политика появляется. И это, конечно, действительно интересно. Надо на это внимательнее посмотреть. Спасибо, Жак. Спасибо, Александр Александрович. У нас еще трое желающих. Тогда в порядке очередности Антон, Элен и Александр Владиславович. Тогда Антон Кириллович, пожалуйста, начните. Спасибо большое. Здравствуйте, коллеги. Сейчас надо всех видеть. Жак, большое спасибо за такой интересный доклад. Он вызвал массу вопросов. Поэтому, если разрешишь, я задам сразу несколько. Ответить на них можно одним большим ответом. Или маленьким ответом, в зависимости от времени. Как получится. Вопрос следующий. Первый. Денежная масса – это в основном кредиты. Кредиты – это завтрашние доходы. Сегодня их еще нет, а завтра они должны доходы принести. То есть денежная масса сегодняшняя, она обслуживает завтрашний ВВП. Поэтому вопрос, что из чего вычитать, когда мы сравниваем прирост производительности сегодняшний, прирост доходов сегодняшних и прирост денежной массы. Тем более, она имеет разную срочность. Об этом Шакир Ибрагимов целую диссертацию написал. Что эти разные части денежной массы имеют разный срок. Тут очень интересно, можно было бы дополнить модель. Но более крупный вопрос следующий. Мы понимаем, что сейчас энергии и первичные ресурсы сильно выросли в цене по отношению к конечным продуктам и услугам. И Александр Александрович Ширев сегодня показывал в своем докладе, что эта ситуация неустойчивая. Что если доля расходов на них больше 10%, тогда мы получаем кризис и ребалансирование. А ты показал в докладе, что Франция поддерживает бюджетно расходы на энергию. И вопрос такой. Это вообще устойчивая ситуация. Можно так долгосрочно жить? Индия, например, одной из строчек своего государственного бюджета имеет компенсацию расходов домохозяйством на уголь. И это в течение многих лет. То есть где-то, наверное, так можно жить. А целая экономика может так жить, чтобы брать доход с экономики налоговой и компенсировать ей же расходы на энергию, поддерживая вот эту неустойчивую, несбалансированную ситуацию. Или же мы должны пройти несколько веков инфляции и вернуться к неким более устойчивым пропорциям. Это важно с точки зрения и поддержания стабильности бюджета, и обслуживание будущими доходами, из которых придется брать налоги на покрытие процентов. Ну и вообще понимание того, сколько что будет стоить. Да. Спасибо. Спасибо, Антон. Спасибо большое за вашу вопрос. Да, действительно. Рост при росте ценной энергии и сырье может возникнуть кризис, если государство не будет предлагать какие-то меры поддержки. Но, как я уже упомянул, в рамках сегодняшнего кризиса, чтобы как-то его компенсировать, такие меры поддержки слишком дорого обходятся и не могут долго продержаться. Далее, связь между ростом денежной массы и ростом кредитной массы, ростом кредита, она очень общая. И все. И, скажем, что они материализуются по-действию различных систем, которые позволяют, например, чтобы, к определенным моментам, что некоторые компании могут получить больше денег, и, с этой мере, которые могут получать больше деньги, стоить клиентов или служащих, То есть это не один связь автоматически. Чтобы банк мог выдавать кредит, то есть эта связь не автоматическая. И хочу напомнить, что именно это Кентильон показал, продемонстрировал в 1703 году. И основная разница между этой очень правильной, абсолютно правильной, но общей мыслью, общей идеей и текущей ситуацией, это значительный рост сбережений. Что такое, что представляет собой рост уровня сбережений? Это рост отложенных расходов. Уровень, объем сбережений должен вернуться к своему нормальному значению. И в этот момент дополнительные сбережения смогут превратиться в дополнительные траты и дать дополнительный доход. И тогда произойдет то, что вы описали, что какие-то сегодняшние доходы, они становятся завтрашним кредитом. Коллеги, у нас время семинара закончилось, прошу с ним быть предельно краткими. Однако, если домохозяйства будут решать сохранять более высокий уровень сбережений, чем нормальный уровень сбережений, то кредит не будет равен доходам завтрашнего дня. И в таком случае, приведенное вами уравнение, сегодняшний кредит – это завтрашние доходы, возможно, неверно. – …. il me semble, il y a aussi un effet entre une combinaison entre une inflation que j'appellerais visible et une inflation que j'appellerais invisible. Donc, celle qui devient visible, c'est celle qu'on voit en ce moment, mais ça ne veut pas dire que depuis de longues années, il n'y ait pas eu d'inflation invisible. Et ce point tient à la Commission sur la définition même на самом деле здесь необходимо вернуться к самому определению инфляции и тут важно разводить два понятия я называю эти понятия инфляция наблюдаемая и инфляция невидимая различия в этих понятиях кроются в определении и здесь дело в том что в определении базовой инфляции мы исключаем инфляцию финансовых активов и инфляцию в недвижимости также есть аспект который хочу отметить и он относится к предыдущему обсуждению это связь со сбережениями потому что инфляция которая относится к финансовым активам и инфляция которая относится к недвижимости может сгенерировать доход который повлияет на сбережения я хочу спросить ажак если модель а два сектора может исследовать justement сектор инфляция инфляция и сектор инфляция реальная и у меня вопрос к жаков в соответствии с этим может ли данная модель двухсекторная изучить вот эти два понятия принять во внимание наблюдаемую инфляцию видимую инфляцию и невидимую инфляцию для того чтобы понять взаимодействие этих двух процессов я полностью согласен с тем что есть инфляция материальных активов и нематериальных и и ваше 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 инфляция инфляция материальных активов и высокая инфляция нематериальных активов. Сегодня мы находимся в нестабильной ситуации, где мы наблюдаем существенную инфляцию материальных активов. Существенное снижение цен на недвижимость которая уже поразила Соединенные Штаты и начинает влиять на еврозону. И также мы наблюдаем постепенно разрушающие явления которые начинают влиять на цены, акции и облигации. Также мы видим снижение стоимости криптовалют, таких как биткоин и прочее. Снижение И мне кажется, что нам необходимо направить наши исследования для того, чтобы рассмотреть инфляцию расходов, которые были связаны с материальными благами, и инфляцию услуг, которые также были связаны с материальными активами ранее. И мне кажется, что модель двухсекторальная в своей механике имеет достаточно возможности для того, чтобы описать эти явления.